приветствую вас друзья с вами вновь я виталий и сегодня я продолжаю серию видеороликов о том как выйти из зоны комфорта и хочу вам напомнить о том для чего нам необходим навык выхода из зоны комфорта этот навык нам необходим для того чтобы иметь возможность аккумулировать энергию наращивать свои силы и как следствие этого мы можем иметь более высокую эффективность при достижении результата то есть меньшими затратами энергии и сил иметь высокий результат и так друзья в предыдущем видеоролике я пространно пространно так эмоционально рассказал о своем видении общем как выйти из зоны комфорта с помощью методики движения эмоционального ментального и физического или состояния покоя а сегодня мы с вами определимся с основами с основы которые необходимы нам для того чтобы именно начать практиковать именно эту практику да такую тавтологию немного у меня получается но тем не менее итак друзья будем о чем мы говорить о том что у нас имеется три основные зоны комфорта и каждый из нас находится в той или иной зоне комфорта она превалирует является первичной остальные зоны комфорта является вторичными или находится на третьем месте и для удобства и понимания этого этой ситуации этой общей картины я предлагаю вам определиться формой формы которой мы можем изобразить ту или иную зону комфорта к примеру мы возьмем квадрат и квадратом обозначим ментальную зону комфорта возьмем с вами треугольник и треугольником обозначим физическую форму комфорта а с помощью круга мы обозначим эмоциональную форму нашей зоны эмоционального комфорта и вот друзья я предлагаю вам на задуматься на минутку и сказать себе какой из этих из этих фигур вам ближе то есть когда мы понимаем каком и комфорте находимся я нахожусь в круге я в квадрате или я треугольники да из этого мы можем начать исходить то есть мы понимаем что допустим для меня зоной комфорта является моим физическое состояние то есть моё физическое состояние для меня первичное моя моё комфорт складывается из моего физического физической силы мы мы параметров моего тела и так далее и поэтому я определяю с тем что для меня первичным является треугольная треугольная форма моей моей зоны комфорта и действительно на самом деле я загоняю себя моментально в углу ощущая себя некомфортно если я физически ощущая себя некомфортно разбитым себя чувствую как-то вот так далее то есть сегодня допустим мне ощущение физической какой-то не то что слабости какой-то бизнес без энергетичность криковой состояние такое я думаю надо себя восстановить как-то хотя сегодня суббота до выходной день и я собираюсь вот тут пасмурный день выхожу на улицу и сига из-двигарю седу по пересечённую местность по маршруту по своему нахожу там новый интересный маршрут такой серьезный в горку я по нему подымаюсь и меняет меня это восстанавливает моё физическое состояние восстанавливается я попадаю свою зону комфортом из этой зоны комфорта попадая в свою зону комфорт то есть при выходе зоны комфорта мне при движении до не надо что попасть обратно зону комфорту не надо Начать движение вот такое Таким образом я вернулся в свою зону комфорта Соответственно, мое эмоциональное состояние комфортное Также восстановилось И вместе с ним восстановилось Мое ментальное состояние И я благодаря этому записываю Сегодняшний видеоролик Поэтому, друзья, я предлагаю вам Определиться, какая зона комфорта Для вас важнее Какая вторична, какая находится на третьем месте К примеру, для вас очень важна К примеру, ментальная зона комфорта То есть вы очень часто обращаетесь к уму Вы занимаетесь решением каких-то задач С помощью ума Каких-то проблем Какие-то читаете книги Обучаетесь или кого-то еще обучаете И так далее То есть вы постоянно и в быту И в общественной деятельности На работе, в деле, в ком-то Вы постоянно обращаетесь к уму И какой показатель Вы грамотно разговариваете Вы грамотно подходите к решению задач, проблем Но вместе с тем Для вас физическое состояние Вашего тела Оно вторичное То есть вы, соответственно Выглядите не спортивно, скажем так Нет у вас атлетической фигуры Какой-то и так далее То есть для вас Ваш физический комфорт Находится на третьем месте, скажем А на втором месте Вероятнее всего Находится эмоциональное состояние комфорта После того, как вы Умственно, ментально Совершили какую-то деятельность Получили удовлетворение Попали в зону комфорта И далее вас наполняет эмоциональное состояние удовлетворения Ваше настроение улучшается И так далее, и так далее, и так далее И ваше физическое состояние Также начинает улучшаться Таким образом, друзья Сегодняшнем В моем коротеньком выступлении Я посвятил тому Чтобы обратить ваше внимание На то, что имеется Три зоны комфорта С которыми мы работаем Работаем для того, чтобы научиться правильно Выходить из зоны комфорта Чтобы это не было для нас таким стрессом Не было какой-то проблемой А чтобы мы могли иметь это понимание Какое я есть Как мне надо делать, действовать Какой порядок существует для меня И этот порядок соблюдать Ежедневно Ежедневно практиковать Таким образом Научиться эффективности Научиться получать энергию И накапливать силы Для нашей деятельности Поэтому, друзья С вами был Виталий Подписывайтесь, лайкайте Если есть вопросы Пишите, обращайтесь Комментируйте Буду рад с вами пообщаться На эту тему Пока-пока